Здравствуйте, дамы и господа! Интернет-портал bestandroid.com.e предлагает вашему вниманию обзор нового флагманского смартфона на базе операционной системы Android 4.2. Называется модель H9500 или 9500 и сделан в стиле Samsung Galaxy S4. Поставляется телефон в такой коробке. Коробочка может меняться, может быть обычная, может быть такая брендированная, то есть это в зависимости от партии. Что входит в комплектацию к телефону от магазина Best Android? В первую очередь сам смартфончик, его мы позже, как всегда, посмотрим. Далее идет фирменный чехол-книжечка, тоже потом померяем его. И стандартная комплектация, это USB кабель, гарнитурка стерео с микрофоном, адаптер сетевой на нашей розетке и User Manual. Это коротенькое руководство пользования на английском языке, но в принципе, наверное, пригодится. Хотя уже многие-многие знакомы с операционной системой Android, и это не проблема в чем-то разобраться. Начнем мы, как всегда, с внешнего вида телефона. И постараемся ответить на вопрос, почему же этот телефончик сейчас флагманский из всех телефонов китайских производителей, которые не брендированы, о которых тут малоизвестные фирмы. И чем он заслужил такую популярность, нарастающую наших любимых покупателей. Начнем с внешнего вида. Он очень похож на Galaxy S4. На лицевой панели, в верхней части за металлической решеткой, как всегда, у нас внутренний динамик, датчик освещенности, датчик приближения и фронтальная камера. Внизу одна кнопочка, на нее можно нажимать, она механическая, и две сенсорные по бокам. С дисплеем диагональю 5 дюймов, как это и выполнено в Samsung Galaxy S4. И стоит сразу же отметить в начале видео, что дисплей имеет разрешение в 1280 на 720 пикселей. Это очень круто для 5-дюймового телефона. Слева качелька регулировки громкости. Вверху выход 3,5 мм миниджек для подключения наушников. Слева кнопка включения-выключения телефона, также его блокировки. И снизу, как обычно, у нас microUSB выход для подключения телефона к компьютеру и его зарядки. Задняя крышка, как видите, оснащена надписью соответствующего модели от компании Samsung. Задняя камера, она также расширена, может делать снимки до 13 мегапикселей, снимать видео в Full HD разрешении. Светодиодная вспышка и отверстие уже внешнего динамика, откуда играет музыка, за металлической также решеткой. Если заглянуть под заднюю крышку, таким образом она снимается, достаточно привычным. Мы увидим, что телефон работает с двумя SIM-карточками. Отметим хорошую сборку, очень много даже болтиков, как обычно. Сюда вставляется SIM-1, она поддерживает сети 3G, WCDMA и GSM-сети. Вторая карточка это SIM-2 для сетей GSM. И карта памяти вставляется сюда, может поддерживать легко, он 32 гигабайта и меньше, без проблем. Аккумулятор. Аккумулятор идет в комплектации, к сожалению, 1 на данный момент, но зато хорошего, достойного качества. Емкость его 2600 мАч, то есть более чем достаточно для 5-дюймового смартфона. И маркировка модели H9500. Видно сразу, что здесь 1 гигабайт оперативной памяти. Вставим наш аккумулятор. Наденем пластиковую вот эту вот крышечку. Она, кстати, глянцевая, но отпечатков совершенно не видно, очень классно сделана. Наверное, одна из самых приятных из всех китайских телефонов, которые в руках держал вот эта вот задняя крышка без покрытия SoftTouch. Действительно, такая приятная на ощупь, вы это сразу отметите после переобретения этого телефона. Включается, как обычно, зажатие вот этой вот кнопочки, которая у нас сбоку, и идет загрузка. Сразу видно операционную систему Android. И уже по дисплею, который... И уже по экрану блокировки. Кстати, вот такой вот у нас эффект. По экрану блокировки можно будет увидеть, что это Android 4.2. Кстати, один из первых телефонов на Android 4.2. Это, опять же, очень круто, что китайские производители удивляют нас не только хорошим качеством железа, как здесь четырехъядерный процессор MTK6589, но и версии Android все время новая. Итак, разблокировали экран. Как видите, блокируется он таким затуханием. Тоже отличие сразу же от Android 4.1. Мы можем, протянув вправо, попасть сразу в режим камеры. Таким вот образом. И если мы заблокируем его опять, протянув влево целый экран, мы попадаем на любые приложения или виджеты. Сюда мы можем добавлять какие-то приложения, закладочки. Например, нажмем на плюсик, добавим часы. И теперь у нас после разблокировки вот на этом экранчике находятся часики. Также можем дальше мотать, добавлять еще какие-то виджеты. Это такое нововведение экрана разблокировки Android 4.2. Ну и теперь, собственно, чтобы разблокировать сам телефон, нужно, как обычно, протянуть заночек так направо. Мы попадаем на главный рабочий стол. Как мы видим, по заставочке уже это новая самсунговская заставочка. Можно заметить уже претензии этого телефона на то, что это вот такой вот своеобразный китайский Galaxy S4. Этот мальчик с шариками очень стал известен в последнее время. Начнем мы сразу же с небольшого краткого экскурса, что умеет у нас в плане главного рабочего стола новая Android 4.2. Это не только более плавная прорисовочка графики. Как мы видим, здесь, кстати, стоит оболочка Samsung Viz. То есть, стилизовано все под операционную систему Android 4.2 именно от Samsung. Но вот есть такая вот фишка дополнительная касательно верхнего меню. А если мы притягиваем одним пальчиком вниз, то мы попадаем на экран сообщений мгновенных. То есть, это ваши SMS-сообщения, какие-то сервисные сообщения или, например, процесс загрузки какого-нибудь вашего фильма через интернет. А если протянуть двумя пальцами сверху вниз, мы попадаем на экран, где у нас много кнопочек. Быстрый доступ к яркости экрана, таймеры отключения, передачи данных, Wi-Fi, Bluetooth, режим полета, уровень батарейки и так далее. Кстати, вверху здесь же есть у нас кнопочка доступа в меню. Зайдем мы посмотрим информацию о телефоне. Версия Android 4.2.1, модель GTH95.00. И поставщик модуля это MTK6589. Четырехъядерный процессор здесь. Ну, чтобы более точно посмотреть всю информацию для любителей железа и каких-то статических данных, мы зайдем в Antutube Benchmark, который покажет нам, что тест был пройден. И вот такую вот сумму баллов он набирает. 13 312. Это очень хороший результат. Если нажать на подробный результат, мы увидим, что центральный процессор набрал хорошее количество баллов. Оперативка Gigabyte тоже за 2000. Больше всех баллов, если говорить про разные разделы этого теста, набрала 3D-графика у нас. Кстати, при разрешении 720 на 1280 пикселей. И посмотрим информацию, сведения об устройстве. Опять же, мы видим, что здесь Quad-Core, четырехъядерный процессор. Частота процессора 1,2 ГГц максимальная. Разрешение экрана 720 на 1280. И что из нового еще? Это у нас новый графический процессор. GPU у нас от Moderation Technologies PowerWax SGX544MP. То есть он еще лучше, еще круче справляется с 3D-графикой. Что касается камеры. Камера здесь идет с интерполяцией до 12,6 мегапикселей. И передняя камера может снимать на 4,9, то есть почти на 5 мегапикселей. Реальный физический размер камеры 8, соответственно, и 2. Версия Android 4.2.1. Но часто жалуются, что YouTube показывает не совсем верные результаты. Мы сейчас зайдем на такую программку CPUID. И посмотрим, что здесь у нас также все это подтверждается. 4 ядра по 1,2 ГГц. MTK6589. Графический процессор 544. MediaTek используется плата. Разрешение дисплея это 720 на 1280 пикселей. Что касается информации о девайсе, видно, что это H9500. И что здесь стоит JellyBeam 4.2.1. Сейчас давайте попробуем, насколько быстро у нас этот реализованный режим сладинга. То есть, когда мы листаем, надеюсь, вам видно, что все очень круто, быстро прорисовывается. Есть у нас же и виджеты здесь. Также не вызывает никаких нареканий. Вот это вот наш сладинг. Телефоном пользуется реально круто. И вот еще раз отмечу, это то, что вот особенность его новая платформа, это его камера. Камера у нас на 13 мегапикселей, может снимать 13 мегапиксельные снимки. Мы можем это увидеть. Здесь размер фото. Выставить максимально 13 мегапикселей. Непрерывная съемка из 40 снимков. Размер фото. Выполнить автозапуск. Различные обнаружения лица. Вот здесь у нас функция. Что касается видео. Видео он, качество видео. Если мы поставим хорошее, это будет Full HD видео, то есть 1080 пикселей. И также есть различные у нас режимы настройки. Даже есть подавление мерцания, ну, вплоть до таких вот вещей. Также есть функция HDR, которая у нас сглаживает освещенные места с менее освещенными местами. Такая вот интересная функция. Но желательно, чтобы у вас руки не тряслись при съемке. Как видим, автоповорот работает без проблем. Ну и можем зайти, попробовать в браузер. Здесь уже был введен мною аккаунт Google. Запустим какой-нибудь сайт. Например, bestandroid.com.ua Так, это мы сейчас в Google через поиск вводим. А, нет, сразу на сайт попадаем. Вот у нас загружается полная версия сайта. Это не мобильная версия. Все-таки Android 4.2 уже позволяет загружать полную версию сайта без проблем. Здесь у нас присутствует видео из YouTube. Так вот, причем это опять же не мобильная версия YouTube, а вот видео, встроенное в сайт. Нихао, леди и джентльмены. Интернет-портал bestandroid.com.ua Вот у нас сразу же пошло видео наше. Причем можно его сделать во весь экран. Оп. Приходит полноэкранный режим, и мы смотрим. Вы смотрите на YouTube видео. В общем, по ощущениям, реально очень классный телефончик. Сейчас, кстати, для подтверждения того, что работают аккаунты Google, зайдем в Play Market. Кстати, это уже обновленная версия Google Play. Мы видим, стало все интереснее. Может быть, немножко быстрее. Хотя, может быть, это и телефон просто быстрый. Вот, зайдем в топ бесплатных. 100 дверей. Какую-нибудь игрушку поинтереснее. Angry Birds, наверное, слишком простенько это будет. Так. Вот, есть какой-то CSR Racing. Нажмем установить. 148 мегабайт. Принять. Загрузка через Wi-Fi. Продолжить. Установить. Продолжить. Вот у нас идет скачка вот этих вот 148 мегабайт. В конце видео мы посмотрим, как эта игрушка запускается на этом девайсе. В целом, если говорить вот об этом девайсе, все-таки очень много телефонов от китайских всяких производителей держал. Можно смело сказать, что вот наконец-то они пришли к тому, что пора уже делать не просто копии, которые визуально похожи на какие-то известные телефончики популярные, чтобы можно было прийти и показать. Ах, а у меня Galaxy S4. Но и телефоны, которые отличаются хорошей произвительностью, качеством дисплея, своей эргономичностью, вот как он в руке сидит, качеством материалов. Обратите внимание, что телефон реально достойный. И стоит он по сравнению с Galaxy S4 более чем в три раза он дешевле. Galaxy S4 дороже. Что касается оболочки, то же самое все. Что касается начинки, конечно, S4 будет побыстрее, но эта скорость, она заметна, ну не так заметна, когда вы там листаете, что-то заходите там в контакты, или когда вы серфите по интернету, ищите какой-то сериал и так далее. Или обмениваетесь сообщениями в социальных сетях, что это обычно вы делаете с телефоном. То есть, эта скорость будет незаметна. Скорость Galaxy S4 будет так ощутима, когда вы запускаете какую-нибудь 3D-игрушку навороченную. Или когда вы грузите телефон по полной какими-то фул-фул-фул-мегапупер HD видео. Хотя мало кто смотрит больше чем 1080 разрешения видео на телефоне. Более чем яркая красивая картинка, и с таким разрешением этот телефончик без проблем тянет такие видео. То есть, сейчас вот гонка за этими цифрами, она особо не нужна. Если вы хотите получить, если вам нравится действительно Samsung, вот такой форм-фактор, он красивый сам по себе. Хотите такой телефон, то зачастую нет абсолютно смысла платить, переплачивать такие огромные деньги. Вот можно обратить внимание на китайские телефоны. Если кому-то его в руку так положить и спросить, сколько он стоит, мало кто скажет, что он стоит там 2 200 в гривнах. Все скажут дороже, потому что здесь видно, что телефон достойный и хорошо сложен. И пока у нас на фоне грузится наша игрушка, мы попробуем этот чехольчик померить, который идет в комплектации от магазина BestAndroid.com.e к этому телефону H95.00. Таким вот образом он видит беленький телефончик, беленький чехольчик. Как всегда, вот на такие защелки он одевается, подходит без пытань. В принципе, стандартная картина, уже многие привыкли это видеть. Сзади также присутствует надпись, логотип. Он такой же по качеству, такой же по материалам, как и задняя крышка. Единственное, что в чехольчике, конечно, телефон немножко потолще смотрится. Зато лучше защищен. Использовать достаточно удобно, его даже одной рукой набирать, в принципе, без проблем. Вот загрузилась, кстати, наша игрушка. Это CSR Racing. Попробуем его запустить на этом телефончике. Так, нужен доступ, разрешить. Оп, поворачиваем наш экранчик. Идет загрузка этой гонки, которую мы только что буквально за несколько минут скачали из P-Market. Это совершенно бесплатно. Итак, надеемся, что она будет достаточно забита 3D графикой. Все-таки 130 мегабайт. Идет загрузочка. Окей. Hey, you! Идет опять дальше у нас загрузка, скорее всего, при первом запуске. И поехали. Это, видимо, какая-то обучалочка. У нас есть BMW. Подсказки идут. У нас прям какой-то drag racing. Ну, вот и первая победа. Итак, ну что можно сказать, в принципе, по этой игрушке? Она абсолютно не тормозит. Сейчас может быть еще одна гонка. И так, в принципе, достаточно все круто, неплохо. И торможений не замечено в этой гонке. Что касается теста NTU-TU, возможно, будет интересно сравнить этот телефон последнего поколения с другими телефонами. Зайдем в браузер. Тут уже залито страничка NTU-TU.com и рейтинг. Как мы помним, у нас 13,5 тысяч баллов. Можно сравнить с Samsung S3. У него 16 тысяч баллов. 16,3 тысяч. Ну, стоит он дороже, конечно. One X 14 тысяч баллов. Optimus G2X 7100 очень мало. Galaxy S2 вообще у нас в два раза больше баллов. То есть, это Xperia SL, HTC One S. Больше баллов набрали эти телефоны. Хотя, конечно, эти HTC-шки все Xperia стоят дороже в разы. Есть у нас и планшетные компьютеры. Nexus 7. Nexus 7. Мы набрали 12,5. Здесь 12,7. То есть, в целом, телефон абсолютно не теряется среди лидеров топ-продаж самых навероченных и новых мобильных телефонов. Но стоит он дешевле. Это вот такой вот есть у него неоспоримый бонус все-таки. И если у вас есть возможность, вы хотите выбрать хороший телефончик, скажем, с бюджетом у вас 2000 гривен, 2100 гривен, обратите внимание на этот смартфон. Вы получите максимум производительность за свою цену. Самые лучшие характеристики, отличный дисплей, камеру, железо, комплектацию, заметьте, чехольчик. И, конечно же, гарантию. Гарантия на 12 месяцев от интернет-магазина bestandroid.com.ua. И интернет-портал bestandroid.com.ua благодарит вас за просмотр видео. Также подписывайтесь на наш канал и следите за новыми обзорами.